всем привет и сегодня мы с вами будем разбирать новиночку от компании joy модель называется ай спин excel это наверное на мой на моей памяти боюсь ошибиться но первое кресло в категории 0 1 2 3 с рождением до победного до 12 лет кресло в люксовом сегменте я таких больше не встречал чтобы было в таком исполнении и joy нам это предоставил joy вообще реально какие-то чудеса творит потому что то что он предлагает на рынке никто больше не предлагает по соотношению цена-качество материалы которые он дает особенного signature серия это премиальный уже можно назвать сегмент то что здесь суперские ткани они кстати дышат зимой влагой зимой тепло сохраняют летом прохладу в общем комфорт здесь прям очень интересный кстати и подголовник даже выполнится запатентованный специальный пенок с эффектом памяти вот таких фишечек здесь куча здесь кстати смотрите я вообще сразу покажу чтобы к этому не возвращаться установлена полностью дышащая стенка карман каркас полностью с вентилируемыми каналами здесь дыша сеточка и креслица получается что на круглый год и в жаркие страны тоже подходит очень хорошо так что друзья посмотрим что это за зверек такой что касается безопасности друзья проведены все обязательные тесты сертификация 129 айсайз то есть ребенка доверять этому креслу можно смело соответственно так как это кресло у нас используется самого рождения давайте и посмотрим как это все дело происходит я вам сейчас к вам его поверну чтобы его поворачивать она на 360 градусов вращается здесь кнопочка поворачивая чтобы вам было видно и здесь для маленького ребеночка установлен вот такой вот вкладыш он состоит из трех частей анатомически очень правильный и положение ребенка здесь абсолютно такое как должно быть такой плавный переход с утробы матери в реальный мир и положение его здесь правильное и не нужно искать полностью горизонтальных положений ребенок в животе у мамочки не горизонтально лежит поэтому он должен быть таким полу скрученным и при дтп это правильно так эффективнее распределяется нагрузка поэтому вот пока ребенок маленький у нас мы пользуемся соответственно этими ремнями вот этим вкладышем и едем против хода движения так и по поводу движения против хода вообще производители рекомендуют они даже клеят всегда рекомендательные наклеечки на кресло ездить с 0 до 15 месяцев против хода движения это правильно потому что при дтп особенно лобовом лучше всего распределяется нагрузка если ребенок едет против хода вот поэтому они всегда так и рекомендуют но вы можете при достижении ребенка роста 76 сантиметров но не раньше чем 9 месяцев поворачивать и уже уже по ходу движения и ездить соответственно уже лицо вперед дети не все хотят ездить против хода движения в задний стек посмотрите у кого-то и в потолок просто им это не интересно поэтому можно будет развернуть при достижении девяти месяцев не раньше вот здесь кстати чтобы родители не случайно не запутались и не поставили кресло неправильную сторону пока ребенок маленький у вас здесь будет срабатывать ограничитель чтобы вы маленького ребенка не повернули туда конечно вы можете ограничитель снять и повернуть но это своего рода напоминалка что если ребенок у вас еще маленький вы должны ехать против хода движения только так и только при достижении того роста и возраста что я вам назвал можно будет развернуть вот так нажимаем здесь кнопочку специальную и доворачиваем его соответственно все далее когда мы разворачиваем ребенок уже сел получается а может быть даже и раньше вы скорее всего уже снимите вот эти вот вот вкладыш бутерброд я его называю потому что он состоит из нескольких частей здесь обязательно будет идти поясничная подставка и непосредственно сам матрасик своего рода вкладыш поэтому вот такая вот история пользуемся им пока он нужен соответственно выросли убираем дальше мы видим что кресло очень вместительное она до 12 лет поэтому она действительно огромная вместительная и до 150 сантиметров роста ребенка можно будет здесь катать его далее смотрим 5 точными ремнями мы пользуемся до 105 сантиметров роста потом здесь специальная ниша и засовываем их туда убираем и пристегиваем уже автомобильным ремнем со 105 сантиметров роста ребеночка эти сразу пропущу ремень чтобы вы это увидели как это работает есть везде всегда направляющие направляющие есть подголовники зелененького цвета вам это хорошо сейчас видно давайте я к вам поверну вот видите вот здесь всегда есть направляющие соответственно там проводим и регулируем подголовник таким образом чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев вот один палец расстояние есть все так и оставляйте выше подняли ремень на горле это очень сильно опасно так в общем как пристегнуть все мы с вами разобрали и а кстати еще фишечка интересная чуть не забыл вам они рассказать сейчас покажу пока вот и вы еще будете пользоваться маленькими ремнями для удобства установочки всегда родители сталкиваются с проблемой что ремни мешаются их куда-то деть а тут есть ведь я покажу вот вот там внутри магнитик чтобы убрать ремешки спокойно можно было посадить ребенка не на ремни и потом выковыривая его оттуда а спокойненько все не вмешать ничего не будет как по мне прикольная фишечка что касается кстати материалов друзья в этой signature серии используются очень крутые ткани они дышащие гипоаллерген но это уже премиум линейка у джой и ткань прям вот сто процентов вам понравится как я уже говорил летом дышит зимой тепло сохраняет но единственное стирать будете стирать и до 30 градусов чтобы ткань не села и вы смогли потом обратно одеть в общем ткань здесь прям очень хороший привод очень так что касается безопасности давайте еще вам один момент сразу покажу потому что это важно очень в комплект входит вот таких две накладочки это называется сайт импорт протекшн система которая при дтп гасит энергию дара ее нужно установить в автомобиле кресло туда где дверь окно потому что эта система от боковых ударов лучше защищать в салоне она не нужна она будет здесь просто занимать место дополнительность скрадывать его здесь не нужно вот дверь там поставили вот и вот пользуемся обязательно она рушится гасит энергию дары и потом только энергия удара уходит на каркас поэтому это важная штука чтобы вы максимум получали от кресла пользуйтесь и обязательно дальше у кресла используется классическая система изофикс она установлена само кресло на базу изофикс и упор в пол пока ребенок маленький там буду до 105 сантиметров роста мы можем собственно пользоваться упором в пол изофиксом когда уже вход идет у нас вот этот ремешочек вот автомобильный можно убирать подножку здесь в базе изофикс снизу ниша есть мы просто и складываем она туда заваливается внутрь и вам не мешает нигде не торчит ничего и ребенку самое главное не мешает вот и соответственно нам ее можно будет убирать потому что когда мы пристегиваем на изофикс и автомобильным ремнем у нас появляется еще одна точка крепления у кресла должно быть две точки крепления нижняя и верхняя или нижняя и упор в пол упор в пол и верхнее крепление взаимозаменяемая вещь поэтому направляющим все это у нас держит вверх за fix вниз и можно вот таким образом соответственно его эксплуатировать и давайте посмотрим сейчас на наклон вот это у нас максимальный наклон вот так покажу принципе достаточно чтобы голова вперед не висела ребенок спокойно себе уснул в дальней дороге и нормально себя чувствовал вот так что друзья может быть что-то забыл если вопросы остались вы пишите в комментарии я на все отвечу вам по мере своей возможности в комментариях а вам хочу лишь сказать свое коротенькое мнение вот как я уже начале сказал в самом универсальной категории от рождения до 12 лет люксовых кресел пароч почти никто не делает поэтому я очень рекомендую на него обратить внимание если все-таки хотите купить компромисс и универсальное кресло и они просто не самый большой сторонник универсальных кресел на с рождением до 12 лет я люблю отдельные категории покупать они чуть более эффективные но так подороже выйдет но если все-таки хотите именно такую универсальную версию то на нее обязательно посмотрите и она не стоит как паровоз ссылка внизу на мир автокресла не будет пройдите посмотрите вот я лишь хочу пожелать вам сделать грамотный выбор и удачной дорогах всем пока